Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Субтитры предоставил DimaTorzok Прекрасной половине посвящается магия жизни в руках акушера. Мужчины, рожденные 8 марта, хорошие хозяева. В канун 8 марта глава города поздравила руководителей очаровательную женщину с изменениями в биографии. А в качестве подарка к окну кабинета целый букет из цветочных часов. Елена Александровна Паркина назначена заместителем главного врача городской больницы по поликлинической работе. Ее хорошо знают и любят станицы Анапска, где она работала главным врачом амбулатории. Елена Александровна создала дневной стационар. Привлекла для работы таких узких специалистов, как кардиолог, эндокринолог, отелоринголог. В Анапе она, кстати, начинала рядовым врачом, терапевтом, вела прием больных. Теперь будет отвечать за организацию работы целой поликлиники. Мэр города надеется на то, что поликлинику ждут хорошие перемены. Для милых дам концерт в подарок. В зале лучшие представительницы прекрасной половины человечества. А даривать подарками и заботой лучшую половину человечества уже начали. Сегодня без внимания не оставили ни одну из представительниц прекрасного пола. Весеннее настроение принесли с собой творческие коллективы. Прямо на глазах изумленные публики показывали фокусы переодевания. Звучала прекрасная музыка. Вели праздник преподаватели школ искусств города. Платья и прически девушкам делали анапские модельеры и парикмахеры. Красивые, умные, талантливые, целеустремленные женщины. Сегодня все для них. Я полностью уверен, что давая жизнь, женщина обязательно хочет видеть в этом человеке, в своем родном, пока еще маленьком человеке, достойного, красивого и самое главное нужного любви. Я хочу вам всем, уважаемые женщины, выразить огромную благодарность за то, что вы есть, за то, что вы нас любите. Поверьте, мы отвечаем вам каждый день тем же. Концерт получился восхитительный, солнечный, весенний, душевный. Такой замечательный, восхитительный концерт, позитивный, насыщенный, энергичный, заряжает бодростью, энергия на весь оставшийся день и уже заранее несет ощущение праздника радости и счастья. Это так много значит. Большое спасибо всем организаторам за этот праздник. Мне понравился. Это хороший подарок на 8 марта. Ирина Чепелевич, акушер от Бога. Что главное в ее работе и почему эта профессия стала для нее любимым делом всей жизни. Материали нашего корреспондента. Их труд всегда считался сопряженным с магией и колдовством. И вполне объяснимо, рождение новой жизни сегодня мы воспринимаем как восхитительное чудо. В своей профессии Ирина Чепелевич уже 34 года. Закончила Армавирское медицинское училище. Акушерство выбрала потому, что хотела быть полезной людям. Придя в медучилище, не знала еще, что это такое акушерство. Это медицинская сестра. Акушерство это уже настолько тонкая и узкая специальность. Ну вот там в старшекурснице девочки рассказал, как это романтично, благородно, дети, рождение. Ну это вот чисто вот такие еще юношеские представления. Хотя это очень трудно и ответственно. Соответственно, то есть не каждый человек может отдать себе акушерство. После окончания училища приехала работать в Анапу. Здесь и осталась. Работу акушеркой спокойно не назовешь. Роды проходят по несколько раз на день. И ежедневно Ирине Чепелевич приходится переживать какое-то необъяснимое чувство радости и счастья. Благодать исходит и от мамочки, и от такого теплого, хрупкого комочка. Малыша, говорит Ирина. Чувство удовлетворения, что раздался крик, появилась новая жизнь, радость и улыбка на лице женщины. И мы улыбаемся вместе с ней. Самые такие замечательные чувства, конечно, испытываем с рождением детей. Эти переживания делают акушеров людьми особенными, более добрыми, что ли, отзывчивыми. Быть женщиной – значит быть разной, удивлять своих близких, греть их своим теплом, радовать окружающих улыбкой. В поселке Витязево Надежду Федченко знают и любят. С самого порога дома по улице Кубанской попадаешь в плен. Аромата только что испеченных пирогов с вишней и обаяния хозяйки дома. Надежда Федченко все делает от души и с улыбкой. Шьет костюмы для творческих коллективов, себе наряды мастерит. 25 лет со дня основания ансамбля «Рябинушка» поет кубанские песни. Это расширяет нашу жизнь. Мы поем свои песни, мы рады друг другу. Мы приходим, как вот семья у нас, вы понимаете? «Рябинушка» – неотъемлемая часть ее жизни. А какие Надежда печет пироги, знает вся улица. Румяные, вкусные. На ее сдобных шедеврах выросли шестеро внуков. У творческой бабушки и внуки такие же. Маша и Надя пели в ансамбле «Соловейка», шитых заботливыми руками Надежды в костюмах. С теплотой Надежда Федченко говорит о своем поселке Витязево. Приветлива к людям. С 1996 года занимается общественной работой. Руководила ТОСом, а в этом году стала координатором отделов территориального общественного самоуправления по своему сельскому округу. У нас даже одна бабушка, у нее никого не было. Она вот звонит. Надя, вы ну придите ко мне. Я девчонкам позвоню своим, кому там знакомым. Мы пойдем и уберем ей, даже искупаем. Ну а что делать? Хочется. Ну и нет. Я говорю, может, и нас кто-то искупает. На старости лет, когда мы будем старые. Живой характер не дает сидеть на месте. Всем надо помочь и о близких не забыть. С мужем Василием познакомились во время преддипломной практики. Потом уехали в Красноярск, прожили там 14 лет, но вернулись на родину. Море не отпустило. Надежда даже зимой плавает. Кстати, ее сестра Наталья вышла замуж за брата Василия. Говорит, с мужьями им повезло. Он умненький у меня, очень хороший, добрый, замечательный. Меня любит. И, наверное, благодаря ему я достигаю всего, потому что меня постоянно поддерживает. Она умеет создать вокруг себя уют и делится со всеми хорошим настроением. С ее светлой кухней и уходить не хочется, потому что она просто умеет быть женщиной. А главное в женщине, по словам Надежды, это доброта. Надо как-то к людям относиться по-доброму. Чтобы было вот и настроение, чтобы вот это вот должно быть всегда. Должно быть. Оно сопутствует, оно даже дает удачу. Я всегда благодарю Бога и говорю, спасибо Господи, что ты мне столько дал. Кофе в постель, завтрак своими руками, ужин при свечах, любимые духи в подарок. Всего этого мы ждем от своих любимых мужчин в день 8 марта. Но настоящие мужчины умеют нас удивлять и делать гораздо больше, чем мы ждем. Еще осенью на этом участке ничего не было, кроме строительного мусора. Но уже под зиму участок внутривинного подворья Старого Грека распланировали. Сняли старых грунт, завезли чернозем, уложили трубы автополива. И уже этой весной зацветут здесь редкие кустарники. И даже райские яблочки будут радовать глаз гостей. Стены подсобных помещений сложили из камня, который остался от древнего разрушенного храма. Бережно хранят здесь даже старинную черепицу, которую в былые годы изготавливали на Витязевском лимане. Дали вторую жизнь и вековому колодцу. Ему практически около двухсот лет. Мы опустили вниз, да. Здесь вода? Вода есть, да. Мы его почистили. Сейчас метров пять-шесть глубины, там есть вода. На удачу? На удачу подкованную дачу. В подвалах с постоянной температурой не выше 15 градусов будут удивлять редкими винами. Туристы поедут сюда с удовольствием, потому что интерес ко всему, на чем лежит отпечаток хозяйской руки, хранящей мудрость традиций и национальной культуры, во все времена был высок. А сейчас, когда мы возвращаем гордость к отечественному производству, с уверенностью можем сказать, что анапское вино – наша национальная гордость. Отец и сын Аслановы не растеряли былую славу анапского виноделия, а многократно ее приумножили и к началу курортного сезона готовятся серьезно. Нам остается только добавить, что Ставри Асланов в день 8 марта отмечает свой день рождения. Такое приятное совпадение помогает потомственному виноделу и хорошему хозяину лучше понимать женщин и создавать для них праздник каждый день. В этой семье все делят поровну – и заботы семейные, и радость. В доме, где много детей, царит счастье. У Слукиных трое мальчишек и три девочки. Подробнее об удивительно дружной семье Рината Кадырова. Алексей Слукин познакомился со своей супругой случайно в парке и сразу понял – это любовь с первого взгляда. Супруги вместе уже 11 лет и воспитывают шестерых детей. Мы увидели друг друга. Что-то мне это третье чувство подсказывало, что это моя половинка. Воспитанию детей уделяют большое внимание. Сложно. Но сложнее маме. Я, конечно, я в работе. То есть у меня вот один выходной, я все время в работе, потому что семья большая, то есть кормить нужно. Пока муж на работе, у меня старшие стараются после школы погуляют, уроки написать, потому что знают, что с утра нужно маме помогать, кому в магазин сбегать, кому по дому убраться. Вот я готовлю. Стараюсь утром приготовить завтрак, обед и ужин на целый день. Вот. И часик мы выделяем на то, чтобы позаниматься. Рисуем, лепим, потом на стихий час. Когда семья выросла сразу на троих дочек, Юлия вдруг столкнулась с тем, что перестала успевать по хозяйству. Для трудолюбивой женщины это было неожиданно. Первые три месяца стояла возле костюля и плакала. Думала, ну вот как мне все успеть? А теперь в большой семье у всех свои задачи и обязанности. Мама научилась их справедливо распределять. Каждому поручается работа по силам. Сегодня все пекут маме торт. Мама мне говорит в магазине, я еду быстро в магазин. И приезжаю, потом мама помой полы или что-нибудь еще, я быстро делаю это. С папой, ну иногда папа меня открывается, ну и чтобы я уже понимала, что надо делать. Чтобы я слушалась маме и помогала ей во всем. Я папе помогаю, делаю так. А маму любишь? Да. Благодаря тому, что мама умело ведет семейное хозяйство, у папы есть возможность заниматься любимым делом. Алексей Алексеевич за два года освоил музыкальный инструмент и играет в церковном хоре. Семью Слукиных в Гастагаевской очень хорошо знают и уважают за доброжелательность и умение воспитывать детей в доброте. Можно с уверенностью говорить, что в поселке Пятихатки у нас самое большое количество мужчин. Юных, красивых, целеустремленных. Ну и как в день 8 марта нам не говорить о них и не гордиться ими. Особенно, если это наши дети, которые в кадетской школе растят настоящими мужчинами. У настоящих мужчин в канун 8 марта не просто нормальный рабочий день. Уроки по расписанию. Послаблений для кадетов никаких. Хотя у педагогов женщин праздничное настроение спрашивают по всей строгости наук. И гоняют, не дай бог. А как по-другому настоящих мужчин воспитывать? Спорт, тренировки закаляют, дают уверенность в собственных силах. Старшеклассники сдают кросс. 2.35, не уможете! В школьных коридорах старшие учат младших мыть пол. А в классах на переменках вовсю рисуют огромные праздничные открытки. Старшины классов разработали праздничную программу. И новый руководитель кадетской школы, полковник Житков, с гордостью отмечает, что для мальчишек особенное удовольствие подарить радость своим учителям и мамам. Без слова «мама», без материнского внимания, без всех забот материнских не было вот этого подрастающее поколение. Я в первую очередь хочу от себя и от коллектива 250 кадетов поздравить женщин Анапы предстоящим праздником 8 марта. Пожелать им самое главное здоровья, крепкого, благополучия семейных, всех благ. Учителя в нас много вкладывают, всю свою душу. Вот и мы решили поздравить их. Решили нарисовать стен газету, поздравить наших дорогих учителей. Придумали специальную, как бы сказать, программу с элементами рукопашного боя. Я поздравляю свою бабушку, маму, сестру, всех женщин в нашей семье. Отмечать буду, я буду делать подарки своими руками. Это я нарисую маме какую-нибудь картину, а сестре сделаю подделку. Уберусь в доме, куплю цветы, может быть. Сделаю день, чтобы было приятно для них. У цветочных магазинов ажиотаж. Мужчины скупают букеты. Лучший цветок – это выращенный цветок, своими руками. И подарок лучше давать, деланный своими руками. Любимая обязательно каждую неделю стараюсь покупать цветы. По праздникам 8 марта – это обязательно. И думаю, супруга увидит, не даст соврать. Пытаюсь периодически радовать без повода. Потому что все-таки для женщин цветы – это какая-то радость в жизни. Но мы стараемся об этом не забывать. 8 марта – это не исключение. Регулярно, каждую субботу. Ну, минимум два раза в месяц. Ну, а сегодня праздник – это вообще. Это обязательно. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Синоптики обещают нам прохладные выходные с дождем. Вот такой он март. То солнышком пригреет, то мороз самостудит. Северо-восточный ветер в субботу усилится до 8 метров в секунду. Будем надеяться, что он надует нам хорошую погоду к следующей неделе. А пока воздух прогреется до плюс 8 градусов. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Чтобы зрение не подводило, пора пройти комплексную диагностику в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Желаю вам хороших выходных. Считаете, что раньше вы видели лучше? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ. По телефону 30 310 Крымская 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. В праздничные выходные желаю вам отличного настроения, несмотря ни на что. Всего вам доброго. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова